В эфире библейский портал Экзегет. Полезно ли наказывать младенца? Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Это из притчи Соломона. Сейчас, конечно, мы не практикуем телесных наказаний, потому что за это могут быть дети от нас отняты в нашем обществе. И, к сожалению, бывают такие дети и такие периоды в жизни этих детей, когда без телесного наказания их очень трудно исправить. Бывают дети, которым они совершенно не нужны. Но бывают такие обстоятельства, которые родители не имеют права терпеть. Знаете, ведь все-таки родительская власть, как любая власть, она имеет обязанность от Бога. Это пресечение генерации зла. То есть в том участке, за который ты отвечаешь, а сейчас это душа твоего ребенка, ты ответственный за то, чтобы зло там не разрасталось. Если у тебя получается пресечь это по-другому, пресеки. А бывает, что не получается. Что надо обязательно пресекать? Хамство, злорадство и откровенную сознательную циничную ложь. Вот эти вещи надо пресекать. Но наказание, а я напомню, что раньше словом наказание называлось обучение. То есть это наказ на жизнь. Когда ты показываешь, рассказываешь ребенку, как правильно жить и как неправильно жить. Вот наказание может быть очень разным. Это не обязательно розги, да, сейчас мы это не практикуем. Вот когда я был молодым родителем, я своих детей наказывал. Как и меня в детстве наказывали ремнем. И сейчас я в этом раскаиваюсь. Это было там 25 лет назад. Я раскаиваюсь. Я был молодой и неопытный. У меня не было опыта родительской власти такого, чтобы без этого обходиться. С младшими, с моими детьми я обхожусь без этого. И я этому рад. А за те случаи у меня болит душа. Поэтому наказание может быть разным. Вы можете лишить ребенка, допустим, недельного фильма, который вы с ним смотрите в воскресенье вечером. Вы можете не взять его в гости. Вы можете лишить его какой-то игры или какой-то игрушки. Иногда просто слова недостаточно, чтобы пресечь зло в ребенке. Иногда наказание должно быть ощутимо, но не обязательно телесным. Вопрос, полезно ли наказывать младенца. Младенца, мне кажется, вообще не надо наказывать. Младенец еще способен понимать без тресного указания. Младенец – это что-то маленькое такое, нежное, вкусно пахнущее. Очень хорошее, нежное, любимое. Зачем его наказывать? Хотя в нем грех тоже уже действует. Но надо найти какие-то другие способы, а не розги.